По линии американцев, видите, я думаю, я по-прежнему исхожу из того, что у них очень ослабел в последние годы, их экспертный потенциал. Многие предложения носят такой плохо продуманный характер, в том числе в военно-политической сфере. Поэтому иногда мы как-то стараемся видеть, когда видишь нелогичные действия, думаешь, наверное, что-то такое там глубокое сидит, до чего просто додуматься. А там просто какая-то откровенная иногда бывает недоработка. Вот, в частности, они запутались совсем уже, кому помогать, кому не помогать, и насколько одним начали помогать. Они вроде бы как против теперь стали. Я думаю, что самое главное, вот то, что сирийские коллеги сделали, какой главный вывод, что они хотят, чтобы там было такое вот кровавое месиво на ближайшее время, которое позволяло бы им все время чувствовать себя желанным адресатом для региональных сторон. Чтобы к ним все время обращались то за помощью, то за содействием, то за военными вещами. И мне кажется, что правы сирийские, в частности, политические деятели, специалисты, которые говорят, что американцы, наверное, не заинтересованы даже в быстром военном решении. Вот конкретной этой задачи. Поэтому вот такая вот неясность их линий, она вполне, так сказать, укладывается в неясности их цели. На ближайший период такая замутненность будет их политики и дальше. И нам не надо особо расстраиваться, если мы до конца что-то не будем понимать. Они сами до конца не могут сформулировать вот эти вот линии, кому, насколько и как. Поэтому вот я и сделал такой вывод, что на ближайшие месяцы, к сожалению, будет продолжаться такое неустойчивое положение, военные действия не очень четкие. И только будет гибнет население, вот это очень-очень плачевно. Один еще, один аспект хотел, упомянул Виталий Вячеславович в фамилии Демистуры. Тут новый элемент в деятельности нового представителя. Традиционно я всегда ругал, так сказать, здесь, и не скрывал свое крайне негативное отношение. Даже к профессиональным качествам Брахиме и Кофи Анана. Никакого проку никогда я от них лично особого не видел. Брахиме выезжал за счет своих советников толковых, но не толково исполнял, значит, что они советовали. А Кофи Анан просто самым трагическим образом проиграл всю кампанию в Ираке. И таких людей посылать, это просто, не знаю, какая-то насмешка была. Вот Демистуры совсем другая ситуация. Первое его действие носит гораздо более продуманный характер. Сирийцы очень серьезно это восприняли. Они видят совпадение некоторых моментов в подходах Демистуры, значит, и их собственных. И, в общем, такое начало, не знаю, как дальше пойдет, но начало многообещающего. Это новый элемент. Если действительно у него что-то будет получаться, наверное, нам надо поэнергичнее будет с ним работать и поддерживать его усилия. Потому что до сих пор усилия, которые шли по ЛИЛИ и ООН, их просто не следовало особо ангажироваться, потому что это ни к чему они привести по определению не могли, когда такие неумелые были международные, так сказать, солисты, которые пытались взяться за это дело. С Демистуры, мне кажется, что будет обстоять дело более интересное и более перспективное.